Велоспорт 63 На автозаводском шоссе мужчина на Тойоте устроил аварию с участием трех единиц транспорта. Все машины двигались в попутном направлении из центрального района в Новый Город. Мужчина на Тойоте РАВ-4 нарушил ПДД и врезался в калину. Та, в свою очередь, продолжила движение и столкнулась с еще одной Тойотой. Без травм не обошлось. Пострадали два пассажира Лады, один из которых ребенок, которому всего месяц от серьезных травм. Малыша уберегло детское удерживающее устройство. Автолюлька. Необычное ЧП произошло во втором квартале по адресу Кулибина, 4. Двое мужчин ранним утром сняли секцию забора в школьном дворе и скрылись в неизвестном направлении. Ущерб, который они нанесли в школе, устанавливается. За подобное грозит уголовная ответственность. На Московском проспекте в результате нарушения ПДД произошла авария с участием двух иномарок. Оба автотранспорта двигались в попутном направлении. На светофоре водитель на Тойоте, нарушив дистанцию до впереди идущего транспорта, врезался в заднюю часть кузова другой Тойоты. Машины получили механические повреждения. Водитель на БМВ устроил настоящий беспредел на улице Дзержинского. Создавая аварийные ситуации, мужчина буквально вклинился в плотный поток машин. К счастью, обошлось без ЧП. ГИБДД ежедневно призывает автолюбителей соблюдать ПДД, с уважением относиться к другим участникам дорожного движения. Ударил машину и скрылся с места аварии. ЧП произошло в центральном районе на улице Кудашева, в районе дома номер 110. В автомобиль Лады Веста врезалась красная Киа Пиканта. Владелец Лады сообщает, что ущерб небольшой, поцарапан бампер. Но, несмотря на это, сам факт столкновения был. За подобное владелец иномарки может лишиться водительского удостоверения. Если вы располагаете какой-либо информацией о скрывшемся автовладельце, просьба сообщить по телефону, который вы видите на своих экранах. Посещение лесов на территории нашего города запрещено на 4 месяца. Данное постановление уже вступило в силу. Запрет обусловлен тем, что в настоящее время сохраняется режим высокой пожароопасности. Запрет на посещение лесов продлится до 30 сентября текущего года. На территории Самарской области в настоящий момент установлен особый противопожарный режим по районам Самарской области. В связи с чем установлен ряд запретов, которые направлены на снижение количества природных пожаров, связанных с загоранием сухой травянистой рассеятельности, пожаров в лесах и так далее. В этом году уже не раз были замечены поджоги леса. В связи с этим введенные меры будут крайне необходимы, чтобы сохранить лес. За нарушение режима будет грозить административная ответственность. А если найдутся те, кто устроит пожар, уйти от уголовной ответственности им теперь вряд ли удастся. Толятинская госавтоинспекция предоставила график профилактических рейдов в июне. 17 числа пройдет мероприятие по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности. 19 июня на пешеходных переходах. 23 июня по контролю за осуществлением пассажирских перевозок. 25 июня по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. 26 июня по выявлению нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. 29 июня по тонировке. 30 июня по выявлению нарушений водителями мототранспортных средств. ГИБДД напоминает, что основной целью рейдов является профилактика дорожно-транспортных нарушений, в результате которых гибнут и страдают люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин